Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Лидия. И в прошлом видео я обещала сделать обзор своей китайской маскирующей жидкости. Вот не знаю почему, мне всегда жалко денег на хорошую жидкость. Я решила, почему бы мне не попробовать китайскую, которая стоит в два раза дешевле и у нее к тому же неплохие отзывы. Эту баночку я заказывала на Алиэкспресс и пользуюсь я ей уже почти год. И у меня даже осталась еще половина жидкости. До этого я пользовалась отливантом тоже с Алиэкспресс, Winsor & Newton. 10 мл была такая маленькая баночка у меня. И ее тоже мне хватило на целый год. Это единственная жидкость, с которой я могу сравнить эту. Но давайте посмотрим на нее поближе. Баночка не маленькая, здесь целых 75 мл. В основном все на китайском написано, но вот есть небольшая инструкция на английском языке. Здесь написано, как пользоваться жидкостью. И, кстати, вот прочла, что оказывается, можно ее водой разбавлять. Пользуюсь целый год и вот только узнала о таком секретике. И вот такая вот консистенция. Она такая и не густая, и не жидкая. Что-то такое среднее, но больше к жидкому. И такой кремовый цвет. Не совсем белый, а такой вот кремовый. Это у меня бумага Sanders Waterford. Она не чисто белая, поэтому под цвет бумаги. Я поняла, что когда жидкость имеет какой-то оттенок, то это намного удобнее. Поэтому я сначала добавляю обычно немного синего цвета. А затем уже беру ненужную кисточку, как обычно смазываю ее мылом перед этим. И уже добавляю саму жидкость, все это перемешиваю. И решила попробовать капнуть водички, а то она у меня обычно такая густая получается и быстро высыхает. Вот, собственно, и все хитрости можно уже начинать рисовать. В целом жидкость оказалась вполне приличной и, в принципе, стоит своих денег. И каких-то особых проблем в работе с ней я не испытывала. Единственное, что я не знала, что ее, оказывается, можно водой разбавлять. И поэтому она у меня быстро высыхала всегда. Иногда даже не успевая что-то дорисовать, уже все высохло. Ну и вторая проблема заключается в том, что если вы будете неправильно хранить и пользоваться жидкостью, то будут образовываться внутри такие комочки склеенные. И иногда можно прямо лишиться четверти банки. Как-то я достала жидкость из шкафа, и она у меня была в горизонтальном положении перевернутом. Я стала открывать, а там прям такой большой сгусток образовался. Пришлось все это дело доставать, выкидывать. И, конечно, жалко было, что вот так вот жидкость улетучивается просто от неправильного хранения. Поэтому теперь я храню обязательно в вертикальном положении и перемешиваю перед использованием деревянной палочкой. Можно зубочистку какую-нибудь использовать. В остальном жидкость вполне приличная, и она справляется с поставленными задачами со всеми. И при правильной эксплуатации вполне может заменить дорогие жидкости. Как я сказала, половины баночки мне хватило на год. Еще из плюсов то, что она быстро высыхает на бумаге. Практически не нужно ждать. Можно через пару минут уже приступать к рисованию. Также она легко снимается без проблем. Причем на любой бумаге вот эта вот у меня не хлопок, а целлюлоза. Она такая более мягкая и рыхлая. И здесь тоже каких-то особых проблем нету. Все нормально. В общем, она не портит бумагу. Единственное, что я заметила, когда рисовала вот этот этюд, то, что у меня жидкость была слишком сильно разведенной. Такой прямо очень жидкой. И поэтому ее слой такой совсем тонкий на бумаге получился. И движениями жесткой кисти можно случайно стереть какие-то места. Нечаянно. Поэтому будьте аккуратны. Но когда я не разводила водой жидкость, у меня все в порядке с этим было. Ну, что еще из плюсов? Мне нравится то, что можно даже очень тонкие линии рисовать, как у этого цветочка, лепестки совсем тоненькие. И тоже потом все хорошо стирается. Сейчас мы добавим тени и затем будем снимать маску. Я обычно это пальцем делаю. Главное, чтобы палец был чистым. Некоторые стирают какой-то штукой типа ластика, но у меня такой нету и пальцы мне в принципе удобно. Ну, теперь можно розовым цветом изобразить цветы. Постепенно углубляем цвет и закрашиваем желтым и зеленым оставшиеся лепесточки. Вот и все. Наш этюд готов. Вообще, мне очень нравится пользоваться маскирующей жидкостью. Часто я ее использую в своих работах. И в некоторых моментах без нее просто никак невозможно обойтись. Если вы хотите сэкономить, то попробуйте эту жидкость. В принципе, она хорошая. Ничего плохого я о ней не могу сказать. В общем, одним словом рекомендую. Ну, а если финансы позволяют, то все-таки купите хорошую дорогую жидкость, потому что мне вот все-таки Виндзор энд Ньютон больше понравилось. То ли там консистенция была какая-то более удобная, то ли из-за того, что комочков склеенных не образовывалось. Может из-за того, что баночка была такая совсем маленькая. Но, в общем, почему-то было ей легче мне рисовать. А я в будущем все-таки хочу попробовать самую крутую жидкость французскую фирмы Сен-Илье, которую все так хвалят. И она уже изначально идет такого голубоватого цвета. И вроде как не так сильно пахнет, как другие жидкости. Если вам понравилось это видео, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока!